И мы продолжаем вас развлекать. Три часа мы вновь, как огурцы, готовы. Вот Саня улыбается. Мы на салат. Это лайка, это мистер Саня, это стартап-шоу. И сегодня мы узнаем про футуристичные места, створенные из бамбука. А еще мы поговорим с вами о том, как можно заработать на творчестве. Ну а также, как перетворить промзону на креативный простор, про это будет рассказать наша гостья Юлия уже в студии М1. Юлия Скрипка. Керевник из развития и коммерции арт-завода Платформа. Это новая популярная локация в столице, где почти что векенду происходят разные молодежные ивенты. Фестивали в уличной ежи, майстер-классы, лекции и вечерки. Привет! Привет всем! Привет всем! Слушай, а почему, вот сейчас просто такой сразу заковыристый вопрос. Мы знаем место расположения платформы. Почему платформа, а не лесная, например? Платформа это как платформа для всего, что мы там будем делать и делаем уже. Для стартапов, для различных бизнесов, для всего, что мы там построим и чем мы занимаемся. А я хочу сказать про эту локацию. Что там было до того, как перетворить на арт-постер? Это бывший Дарнинский шелковый комбинат. Багато довелося перетворить, как раз, что стосовно примещения. Территория достаточно платкая, запрошенная. Пришлось приложить очень много усилий для того, чтобы сделать ее реально красивой. Но это не только силы, это же, может быть, и деньги, и инвестиции. А где взяли инвестиции? Кто вкладывался в проект? Есть один человек, который является хозяином, также инвестором и девелопером, который очень любит Украину, на самом деле, и проживает здесь. Как раз он и хотел сделать мне нечто интересное. А что можно дизнаться с его именем предыдущего? Офер Керзнер. Израильский бизнесмен. А скажи, пожалуйста, какие функции ты делаешь в этом проекте? Чем ты занимаешься? Я занимаюсь коммерцией и развитием. Арендой всем этим. А сама ты придумывала идею создания платформы или где-то пришлось подглядеть, так сказать, вдохновиться? Это работа целой команды, безусловно. Сейчас малейшие какие-то детали, все это обсуждается всей, ну, то есть нашей небольшой, на самом деле, командой. Потому что, казалось бы, территория огромная, 12 тысяч гектаров, но все равно нас работает не так много, и мы с каждым разом все больше и больше становимся. А то сколько у вас людей против? Порядка сейчас 12-15, то есть если там считать финансисты... Как думаешь, когда платформа выйдет на окупаемость? Это долгосрочный проект, безусловно. Ну, то есть вот сейчас прошел какой период времени? Вот, на самом деле, даже еще нету года, когда начали работать над усовершенствованием всей территории. На самом деле, каждый день это новые какие-то вопросы и проблемы, которые решаются. Есть больше, есть меньше. Ну, например, можно вспомнить, как мы проводили фестивали, начинали проводить фестивали, и на самом деле просто-напросто там выбивало электричество или там не хватало его. Это, конечно, зависит не только там от площадки, но и вот от количества участников, да, которые, например, не заявили о том, что они хотят еще там что-нибудь подключить, а тут хоп и привезли, и еще и не один, а там 10 подключили. Ну, и вся сеть такая, ой, я устала, все, хватит, не работаю. Ну, очень быстро реагируем и сразу восстанавливаем все, потому что есть техническая поддержка, все сделано таким образом, чтобы никто ни о чем не беспокоился. У чем у вашей головной киллер-фичи? Вот с чем вы притягаете еще и магнитом? Ну, на самом деле, очень много преимуществ, потому что это, в первую очередь, парковка, которой предостаточно. Второе, это очень большая сама по себе территория. То есть с каждым фестивалем, с каждым новым ивентом и вообще с каждым днем мы пытаемся делать все еще больше и больше, продвигаясь по всей территории. Зеленая трава, все удобства, чистые туалеты, клининг, нету мусора, это пуф и шезлонги, столы и стулья. Все максимально так, чтобы достаточно было для людей, чтобы был отдых комфортный. Юля, ты можешь нам нагадать, уже в наступной студии, какие ивенти тебя больше вдохновили на основе платформи? Я безумно люблю кулинарную тематику вообще. О, ось про это будем сфотографироваться уже за годину. Будет солоденько, будет смачненько. Відчуй себя, стартап-профи. Вирішуй, какие проекты нужны стране уже завтра на idxnescafe.com.ua. Три найкращие стартапы получают стартовый капитал от нескафе три в одному. А уже через час трекер, отслеживающий уровень стресса. Чим арт-простер відрізняється від звичайної локации? Советы, как создать успешное арт-пространство в своем городе, мы об этом будем рассказывать с нашей гостей. И ровно через час встречаемся, поэтому приходите, пожалуйста, на встречу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова